Приветствую вас. Вы знаете, выход, конечно, есть, только вопрос заключается в том, чего вы хотите, то есть цель какая по итогу, чего хотите добиться. Понимаете, вот, как бы с точки зрения психологии, да, если не брать в расчет, что вы с востока, да, и что замужество для вас было не совсем желанным, то вы, вообще-то говоря, вышли замуж очень рано. Вот, как бы, я не очень понимаю, зачем выходить замуж в 18 лет. Тем более, зачем рожать ребенка в 18 лет. А как же работа, а как же карьера, а как же учеба, а как же личностное развитие, личностный рост, понимаете? Вы можете сказать, ну, я этого всего не хочу, что мне это все не нужно. Хорошо. Если вам все это не нужно, тогда, в таком случае, вам нужно просто ситуацию принять. Смотреть на это с такой стороны, что, да, ваши недостатки обсуждают, но как это задевает вас, то, что происходит? Ну, обсуждаю, ну, и что обсуждаю, потому что сплетни. Вот. На сплетни вы можете отвечать, например, ну, вот обсуждаю, да, вас, как бы, обсуждаю, да, там, какая вы. Ну, а сам-то ты что делать будешь? Вот такой вопрос задать человеку. Сам-то ты что делать будешь, как бы? Ставьте в тупик людей. Понимаете, если вас надевают недостатки, которые у вас есть, это говорит о том, что вы себя не принимаете до конца. Такой, какая вы есть. Если вас задевает, эм, да, а недостатки, которых нет, то есть, если вам приписывают, недостатки, которых у вас нет. Ну, а тут, вообще, нужно понимать, что люди это делают для себя. То есть, люди это делают, чтобы, чтобы проводить время, обсуждая вас. Если вас это задевает, то нужно разбираться, почему. Ну, может быть, вы подозреваете, что у вас все-таки есть эти недостатки, которые вам приписывают. Может быть, вы сомневаетесь в себе, может быть, вы не уверены в себе. Тут тонкость еще в том, есть важная тонкость еще в том, что уверены вы станете только в том случае, если будете действовать, исходя из своих ценностей. То есть, вы уверены в себе, да, вот тут, вот свою уверенность в себе. Вы никак не сможете, эм, повысить, если не будете менять поведение. Своё поведение не будете менять, если, понимаете, какая штука. А для этого нужно принимать какие-то решения и самостоятельно идти к своим целям. Иначе вас так и будут постоянно помыкать вами, да, там, принижать, оскорблять и так далее. Понятно, да? О чем идти прежде? Дальше, что касается мужа, да, то, вот сами подумайте, а какой мотив, вот как, как вы мотивируете его приходить домой? Что он получает? А получает ли над вас секс, например? А может, сможете ли вы ему отказать? Вот. А можете ли вы начать интересоваться его работой? В лице, так сказать. Коллектив. Вот. Понимаете? А если вы от него ничего не требовали, то почему вы это делали? Почему вы этого не делали, точнее. Понимаете? Какая штука. Дальше. Вы как к себе относитесь, Алина? То есть, вот, как вот себя воспринимает? Вы говорите, что некрасивая себя не считаю, лишнего-лишнего веса не набрала после родов. Как она грубить не могла? Такое впечатление, что вы оправдываете. Оправдываете. Вот. Вы говорите, что ваши отношения прогрессировали в первое время. Как? Как они прогрессировали? Что вы делали? Что предпринимали? Ну, по прогрессу. Может быть, стоит это как-то... Восстановить. Понимаете? Почему так быстро ребенок у вас появился через... вот, 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 вот. И даже у него 18 лет выслезаем еще раз. 17, получается. Все. Так рано. То есть, вот это все... нужно восстанавливать. Это все нужно смотреть. С этим... со всем нужно работать. Вот. В этом всем направлении нужно двигаться. Понимаете? И исследовать, чего я хочу. Что мне нужно. Чего я желаю. И так далее, и так далее, и так далее. Вот. Вот это вот то, что можно сделать. Если вы видите себя зависимой, независимой, несамостоятельной, и так далее, то, соответственно, продолжайте в том же духе. Вряд ли что-то изменится. Если вы видите себя достойно большего, то, соответственно, нужно бороться. Но эта борьба будет, как бы, всегда против, не только против мужа. Но и против, например, вашей семьи. Против пустоев, традиций и так далее. Понимаете? И вот мне интересно вот эту вот постановку вопроса, да, с точки зрения психологии. То есть, наши отношения были, наш брак был не совсем желаемым, но отношения первое время прогрессировали. А это как? То есть, как это вот состыковывается друг с другом? Понимаете? Как бы важно очень. Ну, для вас. Для вас это очень важно. Для вас. И что вы подразумеваете под выходом? Из. Ситуации. Конкретно. Вот конкретно вы что подразумеваете под выходом? Выход это как? Насчёт требований, да, вы свой, как бы, вы даже в 16, я сейчас подумал, вы даже в 16 лет вышли, вышли за мной. Насчёт требований, да, вы упустили время. То есть, да. Сейчас можно только вот ставить себя, обретая самостоятельность, мотивируя, мотивируя мужа на то, чтобы давать вам внимание. То есть, у меня такое ощущение, что вы по факту-то никакой роли не играете в его жизни, в жизни мужа. Ценности для него вы не представляете, судя по всему. И вы хотите к себе хорошего отношения. Алина. Это вот, как бы, взаимоисключающие факты. Я понимаю, понимаете? Алина. Но по тексту вы, вроде бы, грамотный, неглупый человек, да. Подумайте, что вы хотите для себя. Подумайте, что вам нужно для себя. И начнете к этому двигаться сами, самостоятельно. Не ожидаю, что вам что-то что-то даст. Понимаете? Вот и всё. Конечно, конечно, тут есть тонкость с традициями, это безусловно. Ну, традиции можно, как бы, рассмотреть, можно исследовать. Как, как вот, не могут быть согласны вообще с ними, с этими традициями. Не согласны с ними. Понимаете? Вот. Это то, что я могу вам, вот, сказать. Сейчас. На данный момент. То есть, ответьте себе на главный вопрос. Что для вас есть выход? Как, чего вы хотите? Без этого, ааа, не понятно. То есть, вам нужно что-то рекомендовать, а что именно? Что вы-то хотите? И как бы этот вопрос, как бы ваш вопрос, да, вот если выход, не был слишком наивным детским. Как бы это не было вопросом, как бы это не было вопросом, ааа, ребёнка. Внутри вас. Не взрослого человека. Опять же, я не знаю. Я не знаю. Но у вас сейчас есть конфликт. Конфликт есть. Вопрос заключается в том, в чём конкретно этот конфликт выражается для вас. Я понял? О чём я понял? На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Я желаю вам всего самого доброго. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете написать мне в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если сделаете его лучшим. Удачи! Как nhiều ответы отметка. Ты моих людей Online